И еще один скандал. Под Одессой Великий Дальник в разгар эпидемии коронавируса остался без скорой помощи. Все сотрудники вынуждены уйти на самоизоляцию из-за контакта с, возможно, заболевшим COVID-19. Об этом заявил сельский глава населенного пункта. Карантин для медработников пока временный, диагноз у пациента лабораторно не подтвержден. Положительный результат на коронавирус дал экспресс-тест. Как стало известно репортеру, инфицированной может оказаться семейный врач. Женщина с симптомами ОРВИ, в том числе с повышенной температурой и кашлем. Четыре дня ходила на работу и контактировала со всеми сотрудниками скорой. Сейчас мы принимаем решение и добиваемся возможности, чтобы всех наших сотрудников, это 12 человек, это 8 наших сотрудников смены, и 4 водителя автобазы прошли ПЦР-тест на Старостяной площади в лабораторном центре. На вынужденную самоизоляцию отправили одесскую бригаду скорой помощи. Врачи должны были перевести пациентку, которой диагностировали пневмонию, из частной медклиники в инфекционную больницу. Но диспетчера не предупредили, что женщина накануне вернулась из Италии. Уже четыре дня у нее повышенная температура и сухой кашель. На вызов отправилась бригада без спецкостюмов. Приехала бригада, четвертая подстанция, к сожалению, приехала бригада, которую эту женщину взяла и завезла в инфекционную больницу. Где быстрым тестом выставили коронавирус. И, конечно, мы эту бригаду и все контакты посадили на карантин. Тут же. Одесситов и жители региона призывают быть более ответственными. В городе работают всего 67 бригад скорой помощи. И если скрывать симптомы, либо наоборот их преувеличивать, под угрозу ставится безопасность или даже жизнь каждого из нас.